ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аккорд. В музыке созвучат трех нот. Однако, по мнению Сайчира Хонды, аккорд символизирует единство между человеком, обществом и автомобилем. В России аккорд подредактировали и слегка конкретизировали, обозначив три единства качества, динамики и комфорта автомобиля. Какая из этих нот прима? Попробуем разобраться с этим и послушаем, как звучит аккорд на вторичном рынке нашей страны. Седьмое поколение Хонда Аккорд дебютировало в 2002 году. Автомобиль получился более чем удачным, как с точки зрения своей технической начинки, так и со стороны качества исполнения. И, как следствие, ресурса и эксплуатационной надежности. Это хороший автомобиль, который предлагался за хорошие деньги и покупатели на вторичном рынке это оценят. За эти деньги просто не найти ничего. Единственная машина, которая в эту сумму укладывается. Проходя плановое ТО, это замена масла, всех фильтров, никаких проблем к пробегу в 185 тысяч с автомобилем не случалось. Я уверен в надежности Хонды. Я знаю, что эта машина меня не подведет, даже если я поеду в какие-то дальние путешествия. Прежде всего, это, конечно, спортивный дух. Предельная надежность. Запредельная даже, возможно. И, конечно же, универсальность. Акоша? Все равно это Акоша. Да, я с ним здороваюсь каждое утро, да, я с ним прощаюсь каждый вечер, когда он меня привозит домой. Это нормально, мне кажется. Я считаю, что он отдает то добро, тебе так же возвращается, как ты относишься к этому аппарату. Личное дело тестового автомобиля. Хонда Аккорд. Кличка – черный дальнобойщик. Год выпуска – 2006. Пробег – 200 тысяч километров. Двигатель объемом 2 литра. Автоматическая коробка передач. Привод – передний. Атлетическое телосложение. Крайне вынослив к физическим нагрузкам. Характер – энергический. Гармоничный развит. Хонда Аккорд седьмого поколения – по-настоящему автомобиль для дальнобоя. Причем, наверное, на дальнобое, для дальнобоя на немецкой трассе, где у нас нет ограничения по максимальной скорости. Скорость 210, а на моторе 2,4 к этому моменту и за 220 километров в час – это комфортная скорость для этой машины на качественном покрытии автополигона. Автомобиль рулится безусловно, автомобиль безусловно тормозит. Но все это действительно не нужно. На нем нужно выехать на трассу, набрать комфортную для вас скорость. Если максимальная, вам не нужно включить круиз-контроль и получать наслаждение от управления этим автомобилем. Слово «пилотаж» здесь излишне, потому что не хочется ни крутить рулем, ни работать педалями. Да, безусловно, этот автомобиль для автоматической трансмиссии. Он не провоцирует городской стиль езды. Наверное, в городе на нем удобно, наверное, в городе на нем комфортно, но это автомобиль трассы. Аккорд седьмого поколения серьезно подрос в смысле статуса. На поверку, это был уже конкурент не столько Форду Мондео, мейнстриму в классе полноразмерных седанов того периода, но, как уверял сам производитель, прямым конкурентом BMW 3-й серии. У нас сейчас есть еще возможность купить хороший автомобиль, который, наверное, идет несколько против общего тренда, всеобщего упрощения. Это то, что делала, делала, я не случайно здесь употребил прошедшее время, Хонду Хонды, то есть той, которую ее придумал Сейчера Хонды. Я являюсь владельцем автомобиля Аккорд седьмого поколения, начиная с 2009 года, с января месяца. Автомобиль полностью удовлетворяет моим потребностям. Это визуально, то есть он модный, он агрессивный. Владею автомобилем уже очень много лет, да, пять лет. Гарант качества, надежности. Послушание необыкновенного, вот я бы сказала послушание, потому что маневренность, езда и большие скорости, и небольшие скорости всегда очень послушен. Никаких нареканий на продукт нет вообще. Продавать я совершенно не хочу, она меня вполне устраивает, поэтому, если у меня что-то и произойдет в жизни, что мне потребуется более вместительный автомобиль, конечно, я буду смотреть на автомобили марки Хонды. Аккорд ощутимо подорожал. Но в Хонде и не рассчитывали сделать его хитом продаж. Вероятно, именно поэтому модель обманула ожидания японских маркетологов и, устремившись во след расчетам баварского производителя, стала чуть ли не хитом на авторынках всего мира. В том числе, понятно, и российском. Герой — это не фигура речи, потому как, в общем, с этой машины началось такое... Мы как-то узнали Хонду массово больше, чем CR-V, которая стабильно продавалась. Появившись, она была как-то правильно оценена и выглядела очень ярко, очень стремительно. Она до сих пор, на мой взгляд, не потеряла своего какого-то свежести и, в общем, четкости какой-то лаконичности, собранности линий. Аккорд седьмого поколения громко и страстно звучит на нашем вторичном рынке. И, отметим, несмотря на свой возраст, звучит отнюдь недешево. В первую очередь, такая популярность модели обязана поистине феноменальной надежности этого автомобиля. Каждые пять лет, пять-шесть лет в компании принимается новая линия для развития. Когда выпускался аккорд седьмого поколения, а именно он выпускался с 2002-го, где-то по конец 2007-го, тогда было направление спорта. Да, Сайчиро Хонда любил говаривать такую интересную фразу — «Скачки улучшают породу». Поэтому тогда компания в полном объеме участвовала в соревнованиях Формулы-1 и других мировых чемпионатах по гонкам. И очень много технологий именно перекочевало в автомобили из «Испорта». В автомобиле этого поколения Хонда очень выложилась. То есть он был спроектирован, не слеплен именно, а спроектирован. И это, в общем, это себя показывает. Так сделанные машины, так спроектированные машины дольше живут. Современные машины становятся все более и более одноразовыми. Вот говоря об этом, я подчеркиваю преимущество именно этой машины для второго и последующих владельцев. Популярность седана на вторичном рынке вполне обоснована. Если кто-то и решается продать свой аккорд, он испытывает чувство, если не будущей утраты, то сожаление уж точно. И наоборот, покупатель вторичного аккорда седьмого поколения исполнен гордости и чувства собственного достоинства. Напомним, он покупает автомобиль образца чуть ли не 12-летней давности и давно снятый с производства. Безусловно, для меня он бесценен. Безусловно, бесценен. И, конечно, безусловно, здесь, наверное, мое женское что-то сыграет. Я буду плакать, если вдруг у меня мысль такая возникнет. Конечно, мне бы хотелось только аккорд. Мне бы хотелось, чтобы он жил вечно. Это невозможно, да, мы прекрасно понимаем. Продавать, оценить, я его, вот честно говорю, это тоже для меня жизненно, да, вот важно. И я не могу его оценить. Я думаю, что для меня самое главное будет передать его в хорошие руки. Среди владельцев аккордов больше шанса встретить человека, который не просто отъездил какое-то время на этой машине, а который ее очень принял, да, в общем, у которого было личное отношение вот к этому автомобилю. В общем и целом машин не так много, потому что люди прикипевают, что ли, да, то есть сродняются с этим автомобилем и не желают его порой менять во что бы то ни стало. Да, и поэтому... Или меняют его, отдавая его знакомым, друзьям, родственникам, то есть как бы передавая гарантированно хорошую вещь. То есть не желают расставаться просто в воздух, поэтому в трейдыне таких машин, ну, невеликое количество. Как правило, новый, старый аккорд меняют под новый. В редких случаях, когда это кроссовер или другая марка. История болезни. Рулевая рейка – 11 тысяч рублей. Регулировка клапанов – полторы тысячи рублей. Компрессор кондиционера – 40 тысяч рублей без стоимости замены. Возможна установка агрегата от Хонды CR-V стоимостью 15 тысяч рублей. Оригинальная жидкость для автоматической коробки передач – 600 рублей за 1 литр. Оригинальное моторное масло Хонда 5W40 – 3400 рублей за канистру емкостью 4 литра. Разносторонние исследования вторичного рынка позволяют со стопроцентной уверенностью говорить о том, что все бензиновые двигатели абсолютно надежны и неприхотливы. Проверенные с цепным приводом газораспределительного механизма без гидрокомпенсаторов в приводе ГРМ, поскольку для фирменной хондовской системы в ТЭК для них просто не оставалось места. Уже с фазовращателем. То есть это очень современные динамичные моторы, крутильные. Моторная линейка «Аккорда» седьмой генерации представлена двумя бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,4 литра и мощностью 154 и 198 лошадиных сил соответственно. Принято считать, что для «Аккорда» куда предпочтительнее более мощный двигатель объемом 2,4 литра. Мол, с ним он куда полноценнее реализует свой потенциал. Как показывает практика, этот, казалось бы, очевидный вывод не совсем верен и уж точно имеет ряд замечаний, если не сказать, контрсуждений. Двигатель 2,4 с маленькой доработкой – это программное обеспечение от «Аккорда СХ» с небольшим увеличением мощности до 208 лошадиных сил. Но это начинает чувствоваться только после 5000 оборотов. Динамика в автомобиле очень хорошая, но она скорее по настройкам начинает жить, скажем так, где-то тысячи трех с половиной. Но это, в принципе, все японские двигатели. Если говорить о рекомендациях покупки подержанного автомобиля, те машины, их большинство, кстати, на рынке, с мотором 2,4, наверное, в основном можно говорить о более жесткой их эксплуатации. С ними особенно нужно быть внимательным. То есть эти машины просто нагружались больше. А двухлитровые, ну, все-таки более спокойные. Во многом она даже удобнее. Максимальная мощность доступна не на предельных оборотах, 7100, она, кстати, не крутится до 700, там, на 6800 срабатывает, ограничите. А ближе все-таки к 6000, поэтому, в общем, ей можно пользоваться чаще. Ну, потому что, признаемся, что мы в повседневных условиях редко крутим мотор до отсечки, но было бы странно, да? Поэтому хоть и 155 сил, но они ближе, чем те 190, которые есть у версии 2.4. Единственное, на что необходимо обращать особое внимание, подбирая вторичный аккорд, это отметки регулярного сервисного обслуживания, в частности, замены масла. Халатным отношением можно сломать любую подкапутную железяку. Например, клапанный механизм, в работе которого на 7-м аккорде имеются свои пунктики. Хоновский мотор холодный работает довольно шумно. Это потому, что у него нет гидрокомпенсаторов, и поэтому пока не удлинится, не выберется вот этот тепловой зазор, они работают шумно. Если шум присутствует и дальше, то это значит, и в регламенте это указано 90 тысяч, значит, нужно регулировать клапаны в газораспределительном механизме. Когда правильно отрегулированы клапаны, она намного лучше едет. При этом, возможно, понадобится заменить прокладку клапанной крышки. Очень рекомендую, ну, почти настоятельно использовать оригинальную прокладку. Цена вопроса, ну, где-то полторы тысячи рублей. Что же касается периодичности замены масла, в этом вопросе все сервисные специалисты едины. В условиях мегаполисных пробок ее следует сокращать как минимум в полтора раза, а лучше в два, сократив межсервисный интервал с 15 до 7,5 тысяч километров пробега. Регламент каждые 15, но в связи с тем, что мы постоянно стоим в пробках, постоянно у нас работа на холостом ходу, это приравнится к тяжелым условиям эксплуатации автомобиля, поэтому по регламенту надо делать каждые 7,5. В России было определено для тяжелых условий эксплуатации, которые были обозначены в сервисной книжке, как в холодную погоду, короткие поездки, долгое стояние в пробках. Ну, в общем, в чистом виде, в общем, московские условия эксплуатации до 7,5 тысяч сокращаются. И даже в сервисной книжке есть такие промежуточные ТО на 7,5 тысяч. Масло, сразу хочу сказать, и, в общем-то, вопрос достаточно серьезный, я считаю, что масло менять 7,5, максимум 10, да, если это, ну, не мороз, не жара. В трансмиссионной гамме автоматическая коробка и механика. Ни одна из них не вызывает каких-то ресурсных и уж тем более заводских замечаний со стороны сервисменов. Впрочем, на автомобилях с двигателем 2,4 литра иной раз вылезал один коробочный косячок. Но, проведя модернизацию модели, Хонда успешно с ним справилась. Автоматические коробки передачи, ручные коробки передачи, они одинаково надежны. До рестайлинговых машин, то есть до 2006 года, на двигателях 2,4 иногда начинали шуметь подшипники в крышке коробки передач. Но это, в общем, это не было какой-то такой, ну, тотальной неисправностью. Это у кого-то проявлялось, у кого-то нет. И, в общем, достаточно легко просто менялась крышка коробки, в которую эти рестайлинги запрессованы. Вообще, до рестайлинговых были проблемы с коробками. Вот, заедал клапан третьей передачи. Ну, вроде бы эта проблема, она так относительно по гарантии прошла у всех дилеров. Так, чтобы люди вот именно на дорестайлинге сами убивали коробки, такого я не слышал. То есть слышал именно заводские дефекты, которые просто по мере эксплуатации там где-то проявлялись, человек ехал-ъехал, раз и встал. Вот, но тоже это очень достаточно редко. Любопытно отметить конструктивную особенность хондовского автомата. Она не только лишний раз подчеркивает мотоциклетную историю бренда, но и во многом объясняет ресурсную надежность автоматической трансмиссии Аккорда. Автоматические коробки передач, они не гидротрансформаторные. Особенность хондовского автомата стоит в том, что это, по сути дела, вальная коробка передач. То есть там нет планетарных рядов. Ее можно сравнить с мотоциклетной коробкой передач, то есть где передачи все, то есть это все шестерны передаются, но только как бы с пакетом мокрых сцеплений, ну, фрикционных на каждой из передач. Поэтому ресурс такой коробки, в принципе, очень большой, но важно просто помнить, что вот эта особенность трансмиссионной, все трансмиссионные жидкости, которые применяются в автомобиле хонда, они, это только оригинал. Как и в двигателе, периодичность замены трансмиссионной жидкости также рекомендуется сократить минимум в полтора раза. При этом не ограничиваться заменой оригинального масла. Но, несмотря на отсутствие прямых указаний со стороны дилеров, профилактически заменить и фильтр в автоматической коробке лишним ответ не будет. Дилеры этого не делали, не считая нужным, но есть такой простой поплавкового типа, как раньше были топливные фильтры, на коробке передач стоит фильтр, и его тоже очень неплохо было бы менять. Стоит он недорого. По технологии завода-изготовителя, фильтр в автоматической коробке, он предусмотрен на весь урок службы. За свои 185 тысяч километров пробега на короде я поменял фильтр один раз всего. Не платя больших денег, но, в общем, вы можете помочь, ну, реально, как бы помочь машине. То есть это, когда она поедет лучше не только потому, что вы ее помыли или повесились эти синие брызговики сзади, а именно потому, что в коне, в данном случае, это вот в коне, а корм, это реально помогает. Аккорд принято считать драйверским авто. По крайней мере, таков его российский имидж. Надо отметить, к нему есть объективные предпосылки. На дороге седьмой Аккорд по спортивному активен. Таков его имидж у российских владельцев. Хотя и не у всех. Ну, я бы ее не стал бы относить к драйверским машинам, потому что кажется, что ты просто садишься на облако и плавно плывешь. Ты не слышишь рева двигателя, ты не чувствуешь всех вот этих кочек, которые там бьют по почкам, по печени и заставляют тебя как-то концентрировано водить этот автомобиль. Что же касается ходовой части и подвески, тут к Аккорду не возникло ни одного нарекания. Комфорт – это разумный баланс между определенной жесткостью и энергоемкостью подвески. Этот Аккорд – последний настоящий Аккорд. А именно с подвеской на двойных поперечных рычагах. Никакого Макферсона. Это стоит денег. Это стоит больших затрат в разработке машины. И это стоит некоторой воли. Далеко не все компании к 2006 году автомобильные считали нужным затрачиваться на это. Подвеска у машины довольно-таки серьезная. Мало производителей делает двухрычажные передние подвески, многорычажные задние подвески. Поэтому она очень хорошо входит в повороты. Особенно если поставить низкопрофильную резину. Смешанная цикла, то есть городской трасса, даже бездорожье. Легкая, разумеется, но иногда такое достаточно жесткое. И больше всего удивило то, что подвеска действительно очень энергоемкая. То есть если ехать аккуратно, осторожно по кочкам, по бояракам, то она в принципе не цепляет ни бамперами, ни чем. Словом, седьмой аккорд по праву заслужил репутацию богатоукомплектованного, динамичного, с хорошей управляемостью и, главное, качественного автомобиля. Который особенно привлекателен в условиях дальнобоя. Как ходовыми качествами и комфортом, так и экономичностью. Не напрягаясь, можно проехать. Я проезжал где-то тысячу, 1200 километров практически без отдыха, спокойно. Ну и не уставал, как и на других автомобилях. Расход по трассе меня поражает. Реально на баке проехать там 800 километров. Я ездил в командировку, ночью поехал. То есть машину особо обгонять не было. Ехал спокойно там 100 километров в час. И машина действительно получилась там 5,5, какой-то расход смешной был. Я доехал до Тамбова. И, в принципе, если бы по Тамбову не ездил, я бы вернулся на этом баке в Москву. Потому что осталось чуть больше, чем полбака. Сегодня аккорд седьмого поколения – это в лучшем случае пятилетний автомобиль. Выбирая эту не самую новую модель на вторичном рынке, нужно помнить и о врожденных кузовных болячках этого авто. Не всегда кузовные проблемы могут говорить о жесткой эксплуатации или аварийной истории. Увеличенная щель между фарами и бампером не является прямым указанием на какое-то кузовное приключение. К сожалению, есть такая тенденция у этих машин, что у них провисают передние бамперы. Говоря о бамперах, часто выскакивающие форсунки омывателя часто становятся добычей автомобильных вандалов. В общем, почему-то принято их похищать. Если с вами это случается, не покупать оба этих механизма, а просто купить верхнюю заглушечку, приклеить ее к бамперу и забыть об этом. Омыватель фар неэффективен по этой жиже, которую поливают у нас дороги. Кроме как расходовать не замерзайку, в общем, особых больше у него, по-моему, задач нет. Помимо убитых автомобилей, на рынке хватает и завозных машин. Так что вопросы технически исправного аккорда столь же актуальны, как и юридической чистоты присматриваемого автомобиля. Официально машина продавалась здесь, нами, представительством, да, с 2005 года. Так вот, в период с 2005 по 2008 официально было продано всего 25 тысяч автомобилей. Да, это не такое большое количество. В сравнении с тем, что машина была популярна во всем мире, и очень много было привезено машин из Америки, да, так как у нас были хорошие возможности и таможенные ставки. Посему американские машины, они, ну, почти ничем не отличались. Особенно вот рестайлингового поколения с 2005 года. И поэтому юридических проблем, ну, в общем и целом хватает. Чаще всего это машины, которые были либо угнаны, перебиты и так далее, и тому подобное. Но аккорд, чем хорош, он, в общем-то, доступен и просто для осмотра, даже не серьезно подготовленным специалистам. То есть выявление таких нюансов, да, оно, в общем-то, на поверхности лежит, и большая часть дилерских центров, да, практически все дилерские центры достаточно грамотно готовы к тому, чтобы выяснить проблемность, юридическую сторону проблем данного автомобиля. У дилера машины сдаются только, как правило, те, кто к этому дилеру ездил, обслуживался, собирается купить новую Хонду. Все остальные продают, ну, просто через вторые руки. Тут уже, конечно, нужно смотреть и смотреть желательно с экспертом. К рынку, ну, назовем, к рынку как таковому, не слово глобальный рынок, а рынок, имеется в виду некое серое такое место с большим количеством автомобилей разношерстных, я бы подходил с особенной опаской, поскольку, с одной стороны, это клиент такой безбашенный, да, и есть техническая сторона проблемы, которую нужно внимательно изучать, а с другой стороны, популярность машины и длительность ее производства, и, опять же, наличие большого количества американских автомобилей с других рынков, то есть они ставят некое сомнение в юридической чистоте. У дилеров все проще. К ним, как правило, либо такие машины не сдают, потому что знают, что дилеры очень трепетно относятся к проверкам, ко всему остальному, и это отсеивает, да. Ну, и, опять же, сами проверки дилеров, дилеры просто не станут связываться с какой-то машиной, которая будет, ну, как-то вызывать у них сомнения, даже сомнения. Каков же вердикт? Более стильный и сильный, чем ранее, седьмой аккорд оказался богатым на технические ноу-хау. Созданный в жанре спортивной идеологии, он получил улучшенную подвеску, более жесткий кузов и дополнительную шумоизоляцию. И все эти элементы отнюдь не теряют своей привлекательности с течением времени. Прибавьте к этому превосходное качество сборки и надежность, и вы получите идеальный, по сути, седан на вторичном рынке. По подсчетам наших специалистов, годовая стоимость эксплуатации «Хонда Аккорд» в Москве, с учетом обязательного страхования, планового технического обслуживания, транспортного налога и расхода топлива, при годовом пробеге 25 тысяч километров составляет 74 790 рублей, без учета возможного ремонта. Аккорд. В музыкальном смысле это... Да какая разница, что такое аккорд в мире музыки? В жизни автомобилей аккорд от компании «Хонда» символизирует надежность, спортивность и дорожную универсальность. И прямой аккорда седьмого поколения является именно надежность. Это ли не главное качество для автомобиля вторичного рынка? По данным частных объявлений в московском регионе, в сегменте полноразмерных седанов стоимостью от 600 до 650 тысяч рублей ожидаются «Мазда 6» 2008 года с пробегом 82 тысячи километров, «Форт Мондео» 2010 года на механической коробке, «Аудио 4» 2007 года выпуска с автоматической коробкой и пробегом 75 тысяч километров, дизельный «Фольксваген Пассад» 2008 года, пробег 93 тысячи километров. «Фольксваген Пассад» 2008 года, «Фольксваген Пассад» 2008 года, «Фольксваген Пассад» 2008 года, «Фольксваген Пассад» 2008 года, «Фольксваген Пассад» 2008 года,